Ну как-то это не то время. Тиффани, что ты здесь делаешь? Опаздываешь сегодня? Я ждала тебя раньше. Мне надо было просто поговорить с тобой, но... Извините, Брюс. Это ради твоего собственного блага. Руки за спину. Нельзя на пол сейчас же. Лисом вниз. Охренеть. Брюс Уэйн, вы арестованы за вооруженное ограбление, убийство и преступное загружение в целью совершения террористического акта. У вас есть право хранить молчание. Девчонки, прошу. Я не оказываю... Захлопни рот. Не делайте ему больно. Спасибо за звонок, Микс Фокс. Вы совершили хороший поступок сегодня. Вы мне соврали. Вам стоит отступить, иначе у вас будут проблемы. Брюс, мне так жаль. Я не думал, что они будут так жестоки. Все будет хорошо, Тиффани. Я верю тебе. Отпустить? Директор Уоллер? Немедленно снимите наручники с писты Уэйна, иначе до конца жизни будет работать контролером на парковке. Это я сделал один звонок, и через пять минут буду свободен. Мистен Уэйн находится под защитой агентства, и вы знаете это. Что? Уоллер и агентство? Они всегда будут рядом, чтобы спасти вас, Уэйн. О боже, я не преступник, Гордон. Офицера, прошу. Он во всем замешан. Ему место в тюрьме. Это не ваше дело, и не в вашей сфере компетенции. Идите домой, Гордон. Вам больше нечего здесь делать. На вашем месте я бы очень осторожно подбирал свои следующие слова. А на вашем месте я бы перестал вмешиваться в дело полиции Готэма. Это мой город. Уже нет. Вы переступили черту и не видите правды. Вы уволены. Что, простите? Мое терпение лопнуло. Вот к чему это приводит. Уоллард, ну он хороший полицейский. Он хороший человек. Не делай этого. Только не вы. Это последняя капля. Я никому не позволил подыгрывать мой... Подрывать мой авторитет. О, конечно. Пора идти, Джим. Джим, тебе снесло башню, Джим. Гордон, ты понимаешь, что как бы уже все уходит у тебя из-под контроля. Обнимся, что Гордон ушел и будем ждать тебя снаружи. Когда ты будешь готов. Прости меня за все. Ты хотел поговорить со мной. Сейчас самое время. Говори. Я просто не понимаю, как ты замешан во всем этом. Я Бэтмен. Все. Вопрос все решены. Агентство? Если бы я знал, что ты... Что ты с ними делаешь? Пожалуйста, просто скажи мне, Брус. Слушай, Тиффани, я... Я агент под прикрытием. То, чем я занимаюсь, очень опасно. Обещал твоему отсутствовать правду. Спасибо, что рассказал мне. Я тебе много чего рассказал, и вот чем это все закончилось. Теперь я понимаю, хотя поэтому он мертв. Он был вязан в то, чем занимаешься ты. То, чем ты занимаешься, похоже, очень опасно. Но я кое-чего не понимаю. Почему ты? Потому что я Бэтмен. Я Бэтмен. Ты Бэтмен? Ты Бэтмен. Бэтмен. Идем, я хочу кое-что тебе показать. Слушай, Брус, я хотел показать тебе предварительную версию твоего нового костюма. Я знаю, что Альфа там все еще в заслуженном отпуске, но я не могу удержаться. Папа, я загружу спецификации на твой личный сервер. Я надеюсь, вы, ребята, хорошо отдыхаете. До встречи. Все это сложно было поверить. Но теперь, когда я услышала это от него. Твой отец был героем. Васяц верил в то, что этот Гордж заслуживает лучшего. Он верил в меня. А я еще обжазался на него за то, что... Отец мертв. Может, я все же могу помочь, если Бэтмен заинтересован. Тебе нужно будет тренироваться. Это опасная работа. Не важно, что для этого нужно, я за. Рад это слышать. Хорошо, мне надо все это переварить. Прости за то, что случилось до этого. Но спасибо, что доверился мне. Я все еще обещал твоему отцу. Я просто кажется, что слишком на него давим. Он очень способный и умеет заметать следы. Наш единственный способ продвинуться вперед, это Уэйн. Перейдем к делу. Я знаю, у тебя есть вопросы. Несколько. Не хочешь объяснить, почему в тех видео, что я видел, говорил о том, что вирус был экспериментом агентства. Несколько лет назад меня привлекли до того, чтобы исправить ошибки прошлого, сделанные агентством. Или же, если мне это не удастся, скрыть их. Одной из ошибок были эксперименты секретных агентов на людях. Абсолютно аморальный вид науки, который заставляет ужаснуться. Санктус, они были подразделениями, которые закрылись задолго до того, как мы пришли на службу. Но, судя по всему, они ушли в подворье. Это самое худшее развитие событий. Санктус сорвались в цепи, и эти исследования представляют мировую угрозу. Если ты хочешь с ними разобраться, это твой шанс. Мы знаем, где они. Все не так просто. Санктус были опасны еще тогда, сейчас они еще хуже. Вся эта ситуация дала мне идею. Ни один из моих агентов не может приблизиться к этому месту без того, чтобы они начали войну или взорвали весь район, чтобы только замести свои следы. Мы знаем, что это непросто, но если мы приведем Харли и ее банда в Санктус, это может решить сразу две проблемы. У них есть информация загадочника, значит, они могут попасть внутрь, и ты под прикрытием с ними. По крайней мере, если Санктус и Союз будут с друг с другом, это позволит агентству действовать быстро и свитить к минимуму количество жертв. Союз непредсказуем. Надеюсь, вы это не серьезно, Харли, Бэйн, Фриз, нет, им нельзя доверять. Нам не нужно им доверять, мы доверяем тебе. Пока что просто иди и смотри, осмотри это место. Пока что под видом самого себя. Мы не хотим, чтобы они знали, что Бэтмена у них на хвосте. Для этого поспорь ты из тех, у кого есть пару секретов. Мы прикроем тебя, Брюс. Держи меня в курсе, чтобы я узнал, что ждет меняемых людей. Защита, охрана и так далее. И жизнь в твоих руках, Брюс. Так же, как и судьба этого города. Вот это ответственность. Спасибо, ребят, что снова вы сложились на мои плечи. Я понимаю, что ты не очень хорош работаешь с Харли. Но иногда нам нужно использовать плохих людей в хороших целях. Нет, это все, конечно, логично и правильно. Но, блин, почему опять я? Салон Бодхе 11.30. Ал? Вы нашли тайную базу? Я думаю, да. Пока вы были в офисе, я поискал по интернету информацию о космическом салоне Бодхе. Прекрасно. И как у вердикт, судя по отзывам, это действительно полноценный бизнес, а не просто прикрытие. По служебному ходу это не скажешь. Они предлагают качественные популярные массажные услуги и ведут активную рекламу в соцсетях. А заведение работает круглосуточно, Брюс, клиенты входят и выходят в любое время. Сделать надо максимально скрытно как-то действовать. Пока я снаружи, мы этого не узнаем. Буду действовать осторожно. Перейдем мой сигнал на Уоллера. Скажи, что я здесь. Минуточку. Хочу увидеть, с чем мы имеем дело. Хорошая идея. Помните, вы можете включить или выключить тепловизор. Я отключусь, пока вы разговариваете с директором Уоллера. Будьте осторожны. Спасибо, Алл. Уоллер? Уоллер? На свете, Брюс. Я на месте. Если найдешь что-нибудь интересное, я дам вам знать. Главное, будьте осторожны, Брюс. Вся ситуация висит на волоске. Учту. Эта дверца ведет в косметический салон. Еще остаются тепловые следы. Тут кто-то был недавно. Может быть, охранники. Секретарша. Тут, кажется, секретарша за конторкой. У нее есть, скорее всего, тут, кажется, секретарша под этой конторкой слишком. Чуево, блин. Я изнутри за здание панели охраны. Она может быть подключена к какой-нибудь тревожной сигнализации. Не смогу по ней стукнуть, прежде чем она. Они будут слепы и беспомощны. То, что нужно моим людям. Мы только что спасли жизнь нескольким агентом, Брюс. Это, видимо, просто посетитель. Лифт. Они направляются вниз. Настоящая лаборатория должна быть под землей. Санктус все это время был в центре Готэма. Они заползают тебе под кожу и съедают тебя изнутри. Поэтому я предпочитаю, чтобы эти преступники шли в первых рядах. Полезный расход материала. Мои любимые слова. Вы просто мастер, вы опять вон работы, Брюс. Я знаю, как вам нелегко работать под прикрытием, но продержитесь еще чуть-чуть. Если вы не борьтесь с этим манеком в доверии, нам ждет мировая... Мировая какая-то там трагедия. Уоллер, мне надо идти. Так чего мы миллиардеру бродить по таким грязным переулкам? Могу задать тот же вопрос. О, я не просто здесь божу. У меня есть по мне четкая цель. Бен, ты что, Бен, шпионишь за мной? Шпионю? Нет. Я с тобой просто приглядываю. Это одно и то же. Я к тебе, говорят, полиция в офис наведывалась. Вот я заглянул спросить, не нужно ли помочь им. Ты же ни в чем не виноват. А потом увидел, когда ты уходил, какое у тебя было лицо. Решительное такое. Да, у меня было чувство, что ты придешь меня к чему-нибудь интересному. Проект Лотос. Это то, что Джон говорил, что ты нашел у загадочника. Тот лакомый кусочек, что вы с Харли не хотели упоминать. Думаю, придется ему что-нибудь сломать, чтобы он заговорил. Но наш дружок, оказывается, любит играть за обе стороны. Где это, Мабрюс? Что это за место? Это секрет Харли, а не мой. Секрет. Да, тут чертовс четверогласник, в слове, может сложить 2 плюс 2. Мы сщем проект Лотос. И это он и есть. И раз ты в столь двухсмысленном положении, в то время, как у нас завелся крот. В общем, плохи твои дела, друг мой. Когда очнешься, можно сказать Харли, что привел меня верненько к ней скромно. Когда очнусь. И Бэйн вырубает меня к чертовой матери. Проснись и пой. Придержи коней. О, жалко мне тебя, Уэйн. Тебя такое ждет. У тебя все могло быть так здорово, Брюс. Но ты попытался открыть от меня свою находку. Ну... Харли хотел, чтобы я возглавил охоту на крота. И вот это ее шанс. Так что, думай хорошенько, что говорить. Любое слово может стать последним. Спасибо за предупреждение. Я буду осторожен. Надеюсь, это не ты, Уэйн. Но если ты... Я убью всех, кто явится на твои похороны. Ну что еще, Уэйн? Крыса обнаружена. Уэйн был у тебя под самым носом. Я проследил Уэйна до тайной базы. Если бы он не... Это я послал на военную разведку. Так что закрой рот. Это последний кусочек, так что мозаика сложена. Тупая скажет ребят, что мы готовимся. Сейчас же выдвигаемся туда. А насчет крысы можешь не беспокоиться. У меня все схвачено. Вот это меня смущает. И еще, Брюс, скажи крыжу, что готовили ту штуку с помощью которой делают леденцы. Вот это меня, конечно, очень смущает. Если у меня все схвачено. Ты никуда не пойдешь. Останешься здесь со мной. Спасибо, что поддержала. Не стоит благодарности. Не могла же я позже к нему вторгнуться на свою территорию. Я сказал, что найду крысу. И я ее найду. Твой отец. Он ведь был человек жесткий, так? Если кому-то лгал, предавал его, он таких сразу же кончал. Как думаешь, в этом есть что-то? Сэг, почему надо держать под контролем? Иногда это значит принимать сложные решения. Я думал, что ты такой суровый парень. Ты тот, кем я тебя считаю, Брюс. А ты думаешь, я кто? Человек, решивший доказать всем на то, что он не злодей, а как его покойный папенька. Или если еще что-то, чего я не знаю. Да ладно, я больше, чем это просто. У нас всех есть еще много, что брест. Ты не говоришь мне ничего такого, чего бы я не знала. Ты думаешь, или ты забыл, что я была доктором? Все ради папы, знаешь, у тебя с ним есть что-то общее. Будешь перекрашиваться, или что? И упасть им, наконец, раствориться в глубине. Утонуть в крошечной тьме. Это он мне когда-то пел, папа шумой. У тебя хороший голос. Можете на уши проверить, Брюсик. Рада знать, что у меня есть поклонник. В последнее время у меня их все меньше. Ты почти как мой папа. Привлекает? Ты же нашел для меня тайную базу, правда? Плюс, ты неплохой парень. То есть, ты такая же сволочь, как и все мы. Но есть кто-то, кто тебе не безразличен? Например, та девица, которой мне говорил Джон. Как там ее звали? Британи? Нет, Тиффани. Нет? Я думаю, все-таки Британи. Слушай, я не знаю ее. Ты милый, когда пытаешься обманывать. Ты знал? Не могу сказать, кто она тебе, друг или смертельный враг, но она точно тебе не безразлична. Да, друзья, это классно, когда не приходится их терять. Ноутбук пропал. О чем ты? Да, да, потрясающий. Среди нас перебежчик. Я допросил практически все, кто тут есть, кроме, может быть, одного, ну или двух. Так что, опыньки, остается только двое, кого я не проверила. Ты и женщина-кошка. Ну, я вижу, ты для меня уже все решила. Очевидно, один из нас крот. Но меня ты уже проверила. Пытаюсь заставить меня сомневаться в своих решениях. Бестолку, миленький. Но попытка хорошая. Джон, зайди сюда. Когда я сообщил Путингу, что подозреваемый судился до вас двоих, он, ну, мое умение. Я дала ему какой-то наводки, и вот сейчас он получает шанс. Привет, Брюс. Потенциально ты крыса. Приступай, Джон. Карли, можно тебя попросить? Если ты не знаешь сам, то так никогда не научишься, правда ведь? Я буду снаружи. Признавайся, крыса ты. Ты, ты крыса. Прости. Надо, чтобы звул как настоящий. Давай еще раз. Ударь меня еще раз. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Супер. Ты что, бьешь там уже что-либо? Ну, занимайтесь. Я не хотел, чтобы до этого дошло. Но мы both знаем, что придется сделать. Женщина и кошка придется за все отвечать. Какого сценария у нас нет? Я знал, что ты сначала скажешь так, но... Это единственный выход. Единственный, при котором ты останешься жив. Ты даже не пытался оправдать меня. Я пытался обреть, честно, я пытался. Я сказал это ясно и четко. Внутри себе. Ну, ты же знаешь, Харли, она не умеет читать мысли. Прости, я не такой сильный, как ты. Ну, я с этим справлюсь, Брюс. Не вижу вариантов, при которых для тебя это было бы хорошо кончилось. Тут или ты, или она. Что ты хочешь делать, Брюс? Она знает, что это один из вас двоих. Она знает. И учти, что мне это было просто ужасно от этого. Потому что, ну, это я же его украл. То есть я и моя доля ответственности никуда не денется. Все, время вышло. Отлично, потому что я закончил. Ты получил признание? Молодец, Пудинг. И Каупман писем за ушко, но не с удава Брюс, скажи им. Кто ты сказал мне? Это был я. Это был я, Харли. Я его взял. Я взял его не просто так, а чтобы найти твою... Я только что начала этого вовлекаться. Как жаль. Видимо, все же придет больно Тиффани. Ну и тебе, конечно. Я знал, что ты справишься, Джон. Мы будем вместе делать жуткие дела. Скажем, отправим этого хмыря в ту огромную морозилку на небесах. Ну и что, вы будете меня убивать? Или убьете Тиффани, или что? Надо было опять свалить на женщину-кошку, черт побери. Ну и так достал. Я достал, ее жалко. Тем более она здесь. Ее мы сейчас просто пристрелили, и все. Итак, Брюс. Было весело. Бэйн, засуни его туда. Давай, опускай кошку из мешка. Брюс. Брюс. У Брюса большие проблемы. Харли, будь резинабель. Почему я сейчас начну? Я могу помочь тебе. Я тебе пригожусь. Да, пригодишься в качестве кубика льда, чтобы водка была холодней. Стой. Харли, это такое отличное наказание. Только для Брюса. Его нельзя. Он... Он мой лучший друг. О, Будин, как это мило. Так что, может, отпустим его? Живым, по крайней мере. Живым, по крайней мере. Не. Не забудь послать Тиффани открытку из Антарктики. Что-то я в глубокой жопе. Ну, возможно, я смогу выбраться из нее. Так, вы 70% ГКО засветили, Олдер. Чувствуйте ярость. Ну, я вывел себя, да, черт поверь, это, конечно, ужасно. Раскаяние, чувствует Гордон. Это чудовищно прекрасно. Она была до слова, чтобы я не предупредил ее обозреповедиться. Она чувствовала себя отвергнут. Решили не длиться с ней информацией. Когда вы прошли от собора из спасения вселенной, она с ужином смотрела на ваше участие. Она не хочет, чтобы вы умерли. Отлично. Так, заставили Харли чувствовать себя обманутой. В большинстве так и поступило. Тиффани с Бэтмена. Так. Жена чувствует себя виноватым. 72% игроков и... Женщина-кошка, за ней идет полиция. Большинство предупредило. Я не предупредил. Рассказали ей о том, что я Бэтмен. Назвались большинство кротом, чтобы... Да уж, интересное решение. К чему нас это все приведет, интересно мне узнать. Именно это. Увидимся мы с вами в следующем эпизоде. Всем удачи и пока, ребята. Я нахожусь как-то, пока я молод cá. Все, пока. Все, пока. Я пока.